Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ новости в студии Александр Мешков. В начале коротко о некоторых интересных событиях вторника. Настрой площадки мостового перехода через Тагильский пруд – знаменательное событие. Сегодня свыше 800 тонн металлоконструкции основного сооружения начали надвигать на подготовленные опоры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полностью завершить установку всего пролетного строения подрядчики собираются уже в этом году. Как это происходит, увидели наши корреспонденты. Со скоростью несколько сантиметров в минуту по специально построенным рельсам к опорам Нижнетагильского моста приближается 800 тонн пролет. Этот этап строительства очень напряженный и долгий. Самое главное, чтобы мост двигался ровно, потому что такое большое расстояние для этой конструкции, оно действительно очень большое. Ловить эти сантиметры именно. Ну, едет очень медленно. По плану сегодня мы должны проехать 21 метр и потом в середине месяца еще 21, то есть до конца месяца, до седьмой опоры. Наедем на седьмую опору, так скажем. То есть 53 метра. Процесс, как здесь говорят, надвижки контролируют несколько десятков человек. Это первая 60-метровая часть моста. Собирать его будут как пазл, постепенно приваривая элементы. В итоге его длина составит 434 метра. Со временем надвигаемая конструкция займет все 8 опор. Сейчас одновременно возводят третью и шестую. Остается четвертая и пятая опоры. Их успеют построить к надвигаемой конструкции. Надвижка не единственная, чем заняты строители. На данный момент ведутся работы по возведению мостов над железнодорожными путями и южным въездом. И уже в этом месяце на Свердловском шоссе будут монтировать балки основного пролета. Стройка глобальная, говорит Владислав Пинаев. Нюансов в процессе возникает множество. И даже в уже готовый проект моста, который прошел госэкспертизу, внесены изменения. И все они стоят денег. Пока удорожание порядка 300 миллионов рублей. Это и технологический мост, который не был предусмотрен вообще в проекте. Это дополнительная дорога технологическая, которую точно так же вдоль пути пришлось выкладывать бетонными плитами. И еще некоторые вещи. Стройка такого объема, с моей точки зрения, это, ну, как бы, такие вещи, они обычные. То есть не бывает такого большого строительства. Вы знаете, что стоимость больше 4 миллиардов рублей. То есть чтобы все было предусмотрено. По плану, рассказывает руководитель проекта строительства моста Вячеслав Назаров, в 2021 году освоить 1 миллиард 200 миллионов рублей. Но строители намерены выполнить работы на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. 600 миллионов рублей на реконструкцию моста на улице Циолковского. Эту сумму Нижний Тагил получит в этом году. Дополнительные 1 миллиард 200 миллионов рублей для нашей области выделены правительством страны по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Таким образом, половина этих средств решением губернатора Евгения Куйвышева направлена на давно назревший капитальный ремонт путепровода. В настоящий момент ведется проработка вариантов проезда машин экстренных служб. С ними проводили встречу и с медиками, и с пожарными. Также в марте месяце планируется перекладка канализационного коллектора в начале улицы Индустриальной после моста на Циолковского. Чтобы в последующем при закрытии моста не ограничивать движение, прорабатываем с подрядчиком максимальное сокращение срока производства работ, чтобы минимизировать время перекрытия моста. Важный нюанс. У РЖД этим летом запланирован ремонт одного из путей, проходящих под мостом. Это может вызвать сложность с предоставлением так называемых окон на строительно-монтажные работы. Этим предстоит заняться администрацией города. Ранее, напомним, уже проведены торги и с подрядчиком заключен контракт на реконструкцию моста. Активные работы начнутся, как только деньги поступят в муниципалитет. Предполагается, что это будет в апреле-майе. Идеальные условия для тренировок и турниров с хорошими видами на Лисюгору и пруд. Бетонный скейт-парк станет одним из объектов набережной Тагильская лагуна-2. Каким ему быть, обсудили с тагильскими экстремалами, поклонниками современных молодежных видов спорта. Подробности у Алексея Алексеева. Проект площадки для занятий экстремальными видами спорта у Дворца детского и юношеского творчества рассмотрен на совещании, которое провел глава города Владислав Пинаев. Внести предложение пригласили представителей сообщества скейтеров Николая Добычкина и Матвея Шарыгина. Бетонной площадки в Тагиле не было. Это самые идеальные условия для тренировок, потому что это возможность выйти райдером на новый уровень. И вот эта бетонная площадка, которая будет построена, она даст возможность приглашать к себе в город экстремалов со всей области. Документацию бетонного скейт-парка готовит одна из ведущих в стране организаций из Санкт-Петербурга. Площадь объекта 450 квадратных метров. Конфигурация отдельных элементов, их размещение – предмет договоренности. Строительством займется генеральный подрядчик проекта «Тагильская лагуна-2» муниципальное предприятие «Тагилдорстрой». Совместно с ребятами-скейтерами состоялась встреча. То есть они к первому эскизу высказали свои замечания. То есть мы отправили в Санкт-Петербург, их обозначили. То есть выдали новое решение с учетом корректировки спортсменов. Какие-то элементы они еще подумают, какие можно дополнительно включить. Предложение, как сделать площадку для занятий на скейтбордах, велосипедах, самокатах, отвечающий самым высоким требованиям и одной из лучших в регионе, договорились вносить до 20 марта. Сомнений в том, что скейт-парк окажется востребованным молодыми тагильчанами, нет. Число желающих заниматься здесь знатоки дела исчисляют сотнями. Хотелось сделать объект, который действительно будет не просто востребован, объект, который будет любим. И те средства, бюджетные средства, которые в него вложены, чтобы они сегодня действительно принесли тот желаемый результат и доставляли удовольствие тем, кто именно будет кататься на данной площадке. Проект «Тагильская лагуна-2» – это комплексное благоустройство территории между городским дворцом детского и юношеского творчества и акваторией Тагильского пруда. В нынешнем году бывший пустырь должен превратиться в зону комфортного проведения досуга жителями и гостями города. Награды нашли своих чемпионов. В Екатеринбурге состоялось награждение победителей и призеров 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Среди них четверо тагильчан. Медали они завоевали еще в сентябре. Все они еще учатся, но уже профессионалы. Одни шьют, другие электроустановки собирают. Сборная команда Свердловской области на 8-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills завоевала 41 медаль. Награждение проводит лично губернатор области. «Молодой профессионал сегодня – это человек, способный работать на сложном оборудовании, на инновационном производстве, обеспечить высокую производительность и культуру труда, готовый расти и совершенствоваться, и вносить в работу креативность и творчество. Вы – наша надежда и опора, и будущее Свердловской области». Серебряная медаль у Саши Ивановой. Сейчас она в 9-м классе, готовится к экзаменам и поступлению в колледж. Хочет стать швеей. Говорит, влюбилась в швейное дело два года назад. Потом Саша уверенно победила на региональном WorldSkills. Затем представляла область на национальном чемпионате в компетенции технологии моды. Правда, впервые соревнования проходили дистанционно. «Нужно было сшить блузку и юбку за определенное количество времени, которое нам давалось. Задание было, в принципе, сложное достаточно, потому что нужно было уложиться и сделать все качественно». Саша управилась быстрее. За шесть часов вместо семи. Готовое изделие оценивали эксперты в Москве. Результат – второе место среди участников со всей России. «Достигают результата любыми, как говорится, путями. Ну, трудом, своим трудом и усердием. Вот. Очень хорошая скорость, очень хорошо воспринимает. Все, ну, как говорится, память развита, потому что нужно выставить всю технологическую последовательность. И на площадке никто не поможет». Максим Черников и Данил Чадов – тоже девятиклассники. И тоже знают, кем хотят работать. Три года назад они начали, конечно, после уроков, осваивать электромонтаж. Собирали простейшую схему светофора. Она занимала пол стенда. Сейчас работают сразу на двух стенах. На национальном чемпионате WorldSkills собирали подъемник угольной шахты. Делали это три дня, по четыре часа. «Нужно уложиться в срок, в 12 часов. То есть, если чуть-чуть опоздаешь, то все, не успеешь собрать электропостановку, не допустим. А у них какие-то сложные механизмы? Нет, просто очень большой курс работы. Преподаватель, что он сказал после выполнения? Он сказал, что гордится нами. Мы, в принципе, отработали очень хорошо. Для него это очень хороший результат. Вложил в нас много сил». Часто консультировались и с шефами с Евраз НТНК, которые оснастили в школе эту электротехническую лабораторию и помогали во всем. И вот первый в жизни опыт, участие в национальном чемпионате, четвертое место и специальная награда – медальоны за профессионализм. «Медальон, то есть это дается далеко не каждой команде. То есть это нужно набрать больше 70% баллов от максимально возможных. Ребята подтвердили высокий уровень профессионального мастерства. То есть, ну, можно сказать, что их уже даже сегодня уже можно взять на работу, да, на комбинат». Награды из рук губернатора получили будущий медик Алена Никитина, Ксения Рахимова из 2-го педколледжа, Иван Королев из колледжа имени Демидова. Существенное дополнение призерам чемпионата и их наставникам премии губернатора. За золото – 150 тысяч, за серебро – 125 тысяч, за бронзу – 100 тысяч рублей. Сказка о капризной принцессе и короле лягушек. В афише нашего театра кукол очередная премьера. Поставил ее на тагильской сцене Петр Васильев, лауреат главной театральной премии страны «Золотая маска». И из-за своей красоты ничего и никого больше не видела. Целыми днями девочка с короной смотрела в зеркала, примеряла платья и любовалась собой. Сказку о маленькой капризной девочке рассказывают уличные артисты, превращая свои многочисленные чемоданы то в «Замок принцессы», то в «Цветастые поля» и даже в «Лягушачье царство». Повелитель всех лягушек заставит девочку измениться и посмотреть на мир по-другому. Сказку нидерландской писательницы, лауреата золотой медали имени Андерсена Анни Шмидт «Лягушачий король» вариант для постановки в театре кукол переработал питерский режиссер Петр Васильев. Это просто хорошая литература, в первую очередь. Во-вторых, она не бессмысленная, как вся хорошая литература. Понимаете, каждый почерпнет свое, но основная мысль для меня, что нужно иногда отвлекаться от себя, чтобы увидеть вокруг нечто большее. Можно действовать впрямую, можно ставить спектакли бесконечные про интернет и гаджеты, но лучше говорить и насказательно. На тагильской сцене сказка о капризной принцессе и короле лягушек, премьера, но режиссер Петр Васильев и художник-постановщик Алифтина Торик, чей творческий союз очень известен в мире кукольников, уже работали над этой постановкой. Тагильский зритель увидит ремейк. Еще в 2018 году мы договорились о будущем сотрудничестве. Спектакль, который сейчас мы предлагаем нашему зрителю, он был поставлен на сцене Московского областного театра «Кукол». И будучи на фестивале, мы подумали, что наши дети в городе Нижний Тагил тоже должны обязательно увидеть такое прекрасное произведение. Работа над созданием спектакля началась в прошлом году. В инженерном цехе Нижний Тагильского театра «Кукол» отмечают, что это один из самых уютных проектов. Теплые цвета, множество милых деталей, маленьких интересных вещей и буквально каждый предмет работает. Зеркала, которые одновременно деревья, одновременно зеркала. Это позволяет, во-первых, очень сильно экономить по месту, то есть не надо дополнительно много вещей, это очень классное решение. Потом у нас чемоданы вот эти складные, тоже такое очень интересное решение. Мы, наверное, его дальше будем где-то применять. Складывается, вы еще не все, кстати, видели, так сказать, фишки этих чемоданов, они еще там двухсторонние. Ну, все вложено друг в друга, то есть это все можно перевозить где-то в каких-то там детских садах и так далее. То есть в этом плане очень здорово. В чемоданах у артистов, помимо сказочного мира, еще и музыкальные инструменты. Глокеншпиль, Укулеле, Концертина. Учились на них играть под руководством композитора спектакля Андрея Заноги. В живом сопровождении идет практически весь спектакль. И режиссер отмечает, первый акт заставит зрителя, и большого, и маленького смеяться, а второй задуматься. Не надо капризничать, ну что это такое вообще? Не надо приказывать никому, все должно быть по дружбе, по любви, по своему согласию. Увидеть сказку о капризной принцессе короле лягушек можно уже в эти выходные. Тагильские гиревики вернулись с призами из Нижегородской области. На их счету 4 золота и 3 серебра. Отличилась не только молодежь. Два кубка у ветеранов. Шестой межрегиональный турнир по гиревому спорту, посвященный Дню защитника Отечества, проходил с 19 по 21 февраля в городе Бор Нижегородской области. Спортсмены приехали из 11 регионов России. Нижний Тагил и всю Свердловскую область представляли воспитанники спортклуба «Талипыч» Дворца национальных культур. На таком уровне тяжело выступать. Очень много народу, очень много соперников. Приходится выкладываться на полную силу. И спортсмен выложился 67 повторов в длинном цикле. Выиграл золото среди юношей. Игорю 13 лет. За два года занятий с гирями получил второй юношеский разряд. Теперь видит себя только в спорте. Со спортом свою жизнь уже связал Кирилл Мацук. Он работает учителем физкультуры в школе. В «Талипыч» тренируется 6 лет. Получил звание мастера спорта по силовому жонглированию, гирями. На прошлом турнире взял серебро в своей возрастной категории и охотно делится опытом. На тренировках мы все равно вырабатываем определенный темп, в котором ты будешь идти на соревнованиях, рабочий темп. И я стараюсь работать рабочим темпом. То есть, что я делаю на тренировке, то и отрабатываю на соревнованиях. В первую очередь, я стараюсь победить сам себя. Уж кому опыта не занимать, так это Валерию Короткову. Ему 63 года. А золотые кубки он уверенно завоевывает до сих пор, но уже среди ветеранов гиревого спорта. Заниматься начал еще в 70-х. Потом бросил. Десять лет назад вернулся к тренировкам. А потому что ходил весь мордленый. Вот, не мячикнуть, не чихнуть, ничего. Вот, а мне хороший врач сказал, если, Валера, ты хочешь, чтобы все нормально, значит, давай занимайся только по-серьезному. Серьезно тренируются в клубе «Талипыч», особенно перед соревнованиями. Три раза в неделю по два, а то и три часа. Работают на максимальную выносливость. Должна быть такая тренировка, чтобы вы на соревнованиях приезжали, вы в таком-таком лайте находились, скажем так. Для вас соревнования, это как вот такая проходочка была. Вот поэтому мы здесь и жестко тренируемся, чтобы им было легче преодолеть эти все препятствия. Родион Нургалеев и сам выступает в категории ветеранов из Нижегородской области, привез золото. В ближайших планах новые победы. Ну, в дальнейшем мы готовимся на более серьезные соревнования. Вот сейчас в Пскове будет проходить силовое жонглирование. Это отборочный тур на Россию. Поедем мы, не поедем, сказать не могу. Все зависит от обстоятельств. Ну, готовимся. Обстоятельства – это финансирование, которого не хватает на соревнования. В Талипыче занимаются около 35 человек. И выезжать в другие города за свой счет могут не все. 3 марта во всех городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, включат сирены. Комплексное тестирование системы оповещения населения зазвучит в 10 часов 40 минут и будет длиться одну минуту. Единая диспетчерская служба просит тагильчан сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите «Факты в лицах». О том, какие международные соревнования пройдут на горе Долгая в марте, расскажет гость нашей программы, директор спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» Яков Миленький. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok